А я проснулся прям в холодном поту. Приснился мне ужас. Такой кошмар. Приехал я в Болгарию. Переписывался я последнюю неделю ночами с русскими женщинами из России. И 10 городов на ВК можно выбрать. Я все 10 выбирал. Всех подряд лайкал. Лайкал всех подряд. Ну и смотрел, что мне пишут. Ну около тысячи. За неделю мне тысячи женщин написали. Средняя, значит, моя группа. Это под сорокет. Где-то от 36 до 42 лет мне в основном пишут мамки. Мамки, мамки. У всех мамок от одного до четырех детей. Скажем, в среднем два ребенка. У всех мамочек разводы за спиной. Где они собрали, как я понял, материнский капитал. Там, не знаю, 7 тысяч рублей. Долларов. Ну, короче, сколько там у них капитал. Они собрали мужиков, нагнули. Там квартиры, бизнесы отжали. Многие говорят, у меня бизнес пассивный. Муж построил, я отжала. Ну, я уже сам себя догоняю. Она отжала. Так что, в общем, говорит, я свободна, но дети есть. Так что далеко путешествовать долго не могу. Там с тобой. Так что лучше ты приезжай сюда, познакомишься, в ресторан меня поведешь. Вот. И они не понимают, почему я не в восторге от того, что прям не кидаюсь на них там и не... Ну, они, получается, получают алименты. Ребенка забрали. Причем не у одного развода, а несколько разводов. Это уже налаженная схема. Забрали детей, забрали алименты, собрали материнский капитал, потратили на себя. Бизнесы поотжимали. И сейчас сидят все вот эти мамки. Тысячу за 7 дней мне написали. Больше 100 в сутки было. Я просыпался, телефон прям разрывается. Я так жил в Америке, блин. Тут я никому нахрен не нужен. Какой-то инженеришка, нищеброд. Вот. А там прям офигенно. Все готовы, все хотят познакомиться. Вот. И значит, в чем кошмарный сон? Мне приснилось, что я прилетел в Болгарию, встретился с такой женщиной. Влюбились мы, конечно. Она же красивая там. Я тут голодный. Однокости на любые просто бросаться готов. Вот. А там она прям... Женились мы сразу же, расписались. И она меня обрадовала. Говорит, ну все, теперь мы в браке, дорогой. Значит, к нам в дом, в твой, в один из твоих домов, где мы живем, да, въезжает сразу же моя мама. Она у меня с недержанием. Ей уже под 80 лет. Ей нужен уход. Постоянный там подгузники менять, выносить судочки из-под нее. Там, ну, астма. Вот эти все кашли. Мокроту отхаркивает кровавую иногда. Ну, такое. Не могу же я бросить маму, правильно? А теперь я жена твоя знакомая так-то. Так что она будет жить с нами. Так что первый этаж, допустим, это мамин будет. Плюс она любит котов, у нее 8. Ну да, они там немножко царапают, там мебель кожаную, там обои, они ссут везде. Но зато, зато любви сколько в доме. Мама и коты уже у тебя есть. Плюс я с детьми от бывших. А плюс, кстати, мой бывший потерял работу. И он, ну, как бы, человек мне, ну, тебе человек, он, конечно, чужой. Но мне-то он совсем не чужой. Так-то и дети от него тут некоторые. Так что он будет жить с нами. Денег у нас хватает. Мы ему дадим пока работу. Ну, будет вот у нас вот травку там косить, подкрашивать дом, там трубы прочищать. Ну вот, так-то я жена твоя теперь законная. Так что имею право. А если тебе не нравится, ну, хорошо, можешь уезжать дальше в свою Америку. Работаю еще 28 лет, а я забираю, как бы, все имущество. Или не хочешь по-хорошему, сделаем по-плохому. Я сейчас быстренько настрочу, что ты там жестоко относился к мамыным котам и кошкам. Что ты там меня там изнасиловал, допустим. Да, как ты докажешь. А вот мой бывший еще скажет, что он свидетель и что он действительно видел, как ты меня там избивал, допустим, да, насиловал, домогался, жестоко себе вел. Вот он свидетель уже есть. Так что можешь провести свои оставшиеся годы в тюрьме, если не хочешь по-хорошему. Ну или просто траванем мы тебя подцепим, какую-то заразу тебе сдохнешь. Все останется вообще мне, делиться не надо, геморроя никакого. Я еще и вдова. Может, что-то перепадет, какая-то страховка у тебя есть, дорогой? Нет? А жаль. Надо бы завести. И я проснулся в поту и думаю, ёппер эсэте, ну я точно улетаю. Так что реально, реалистично так все было, как будто я действительно уже прилетел, женился. И вот такое вот она мне обрадовала меня так. Я, короче, в шоке, в ужасе. И понял я, что я, пожалуй, лучше буду к массажисткам ездить, к нашим студенткам, чтобы они с голоду не померли. В Болгарии и в Софии работают вот четыре студентки от 19, от 18 до 23 лет. Три украинки, одна молдаванка. Блин, стройные, худенькие. Такие девчата приятные. Нуру массаж называется. Такая тема вообще, пацаны, нуру массаж. Значит, 50 долларов за полчаса или 80 долларов за час. Ты приходишь к ним домой, они в квартире живут, там четырехкомнатные, четыре девчонки. Значит, они тебе посылают в душ, потом раздеваются, намазывают себя маслом, намазывают тебя маслом и начинают по тебе скользить всем телом, всеми частями тела. Трутся от тебя, там, ножками, ручками, грудью, попочкой, промежностью прям. У нас, говорят, никакого интима, у нас только массаж. Я говорю, ну я понимаю. Но когда на тебе кончает 19-летняя студентка, пока она ерзает по твоему члену, ты вообще лежишь, не понимаешь, что происходит, но это самое классное, блин, 50 долларов, которые я потратил в своей жизни. Плюс еще помогаешь своим родным на чужбине, плюс они не против, чтобы ты пригласил подругу или менял. Ну что ты все время к одной будешь ходить, правильно, там их четверо, плюс постоянно новые приезжают, меняются. И вот я так подумал, цена вопроса, ну мне сколько, раз в три дня мне надо женское внимание в идеале, да? Я ж уже, блин, не 20 лет. Раз в три дня, ну это 10 раз на месяц. Ну вот, если на часик брать, я обычно беру на час, на два, потому что я говорю, девчата, я, блин, 19-летнюю студентку, не массажировал вообще никогда в жизни. Давайте я вам сделаю массаж первые там полчаса, потом живы мне. Вот, так что, ну плюс еще я с ресторана обычно прихожу к ним. Там, кстати, ресторан офигенный. Будете в Софии, в Болгарии, очень рекомендую, называется... Привет, псина. Здравейте. Хай. Ресторан называется... Миллениум. Там их несколько, это Миллениум 2 и Миллениум 3 в районе Дружба. Вот, рекомендую. Значит, берешь там ребрышки за 5 долларов. Берешь там, ну, ребрышки с Зелончути Наскара, называется. Зелончути Наскар, это овощи на гриле. Вот, еще за там 4 доллара. Там какую-нибудь пиццу, суши. Короче, долларов там 50 потратил, взял там на 8 человек всего подряд. Привозишь, и не с пустыми руками заходишь к девчонкам, а уже с ресторана похавать. Они говорят, ты вообще единственный, кто здесь из наших клиентов, который нас еще и подкармливает. Я говорю, ну так, вы же свои мои кровиночки. Вообще, первый раз я зашел, они говорят, да, ты хорошо по-русски говоришь. Я говорю, вы тоже неплохо. Они такие, ты что, не болгарин что ли? Я говорю, нет. Вот, и вот мы познакомились. После этого, мое любимое заведение в Софии, в центре, это Нуру Масашу этих девчат. Менты только что увидел, две полицейские машины, что-то они тут подозрительно терлись. А я хожу по району, на иностранном языке громко разговариваю. Ну, вроде пока не по мою душу. Вот, значит, я приходил сначала на час, потом на два, потом на два к одной. Если мне что-то там не понравилось, или мало показалось, или еще, может, еще и к другой на следующее утро. Вот, короче, я очень неплохо провел три недели отпуска в марте, пока дом покупал, еще один. И сейчас я совсем не против. Пообщавшись с девчонками из России, которые на меня клюют, я понял, что лучше я буду 10 раз в месяц наведываться к девчатам в Нуру Масаш. Подкармливать их, пусть это мне будет стоить 800 долларов в месяц, ну, округлим, 1000 долларов в месяц, допустим, это мне будет стоить. Да, и я буду счастлив, как слон после купания. Никакого геморроя, цена вопроса решена. А если схитрить, делать, как болгары делают, они говорят, все болгары приходят на 30 минут за 50 долларов. Вот. Ну, так вообще можно за 500 долларов в месяц каждые три дня ходить к студенткам. Иногда они с тобой кончают, иногда только ты кончаешь. Но когда тебя массирует девочка одной рукой, а себя другой, и ты прям видишь, что, ну, ей так же приятно, как тебе, ну, я вообще в шоке. Чтобы я так жил в Америке, я бы отсюда не уезжал бы, я даже с поганой едой бы смирился. Но здесь такого я не нашел, хотя даже и не искал. Здесь все так дорого, что я только прикину, какой там ценник будет. Если 1000 долларов стриптизерша берет за частный танец, 1000 долларов в Лас-Вегасе. Ну, я не знаю, там точно она тебе нуромассаж делать не будет. Она просто потрется по тебе, танцуя. А здесь как бы лучше, чем это. То есть это можно полторы-две тысячи брать, а в Болгарии это 50-80. Ну, так в 20 раз дешевле. Вот так вот.